Пяточки вместе четыре, два плеча пять, шесть молодец, семь коленей, восемь держим. Развитие гибкости и ловкости, правильная постановка движений и пластичность. Эти юные спортсменки только начинают осваивать азы художественной гимнастики. У кого-то получается лучше, а кому-то еще стоит поработать над своими движениями. Здесь, как и в любом спорте, нужно много трудиться. Деткам, девчонкам, я считаю, нужно заниматься всем этим видом спорта, потому что это основа вообще для жизни. Потому что красивая санка, походка, умение владеть телом, танцевать, слышать музыку, умение подать себя. Это, я считаю, как бы приданное любой девчонке на всю жизнь. От красавиц, по-моему, мы никогда не отказывались. Тем более и мужчины любят красивых девушек. Заслуженный тренер России Алла Мишенина уже много лет готовит именитых гимнасток. Она отличник физической культуры Российской Федерации. Награждена почетным знаком за заслуги в спорте первой степени. Мастер спорта СССР. Работала в Центре олимпийской подготовки под руководством заслуженного тренера России Ирины Винер. В 2008 году в Пекине ее воспитанница Анна Гавриленко стала олимпийской чемпионкой. Этот путь мы с ним долго шли вместе. Были девчонки тоже так же. И чемпионки области, и чемпионки России, и чемпионки мира немножко приложила тоже руки. По словам опытного тренера, современная подготовка спортсменов на начальном этапе мало чем отличается от той, что была еще 20 лет назад. Главная задача – научиться владеть своим телом. Вместе с тем сейчас акцент смещается на хореографию. Ведь скоро юным гимнасткам предстоит работать над выполнением сложнейших элементов. А вот и первые слезы. Девчонки переживают, если у них что-то не получается. И это абсолютно нормально. Результат будет после усилий и стараний. Девочки молодцы, что у них есть большое желание. С этим очень легко работать. Потому что если человек хочет, можно горы свернуть. Поэтому есть какие-то недочеты, у кого-то какие-то проблемы. Ну, со стопами как бы все мы не идеальны. Поэтому будем работать, но главное – есть желание. В первую очередь для меня это дисциплина. Спорт – это строжайшая дисциплина для детей. В то же время это осанка, грация для девочки. Гимнастика помогает в развитии чувства ритма и музыкальности, формировании красивой фигуры и правильной осанки, развивает силу воли, работоспособность и самодисциплину. Мы каждый день стремимся к большему. Мы пытаемся стремиться к первому месту. Пытаемся все помнить. Я решила так. Я хочу стать олимпийской гимнасткой. Я тоже хочу олимпийской гимнасткой стать. В этом году гимнастки поедут на свои первые международные соревнования, которые пройдут в итальянском городе Верона. Подготовка к этому важному выступлению сейчас идет полным ходом. А пока после насыщенной тренировки состоялась торжественная линейка и прозвучали слова поздравлений Всероссийским днем гимнастики. Алла Сталаева, Денис Корнев, информационная программа «День».